Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем наше исследование первого послания апостола Павла Коринфянам. И напомню, что мы остановились в прошлый раз на эпизоде, который вызвал возмущение апостола Павла. Эпизод очень неприятный, связанный с развратным действием, поступком, неприличным даже обычному человеку, а тем более христианину, который в качестве супруги, так скажем, наложницы ли, имел жену отца своего. И вот по этому поводу он выразил возмущение равнодушием членов общины и призвал предать этого человека сатане, для того, чтобы он, изможденный бесом в плоти, в жизни сей мирской, он бы обрел спасение. Дух бы его, очистившись в этих очень тяжелых и страшных страданиях, спасся бы. В этом, кстати, отрывке, небольшом, буквально эпизодическом упоминании апостола Павла о таком варианте наказания, церковное предание усмотрело и норму отношения к страждущим людям, одержимым разными уровнями бесовских одержимостей. У них, конечно, много различной причины, но церковь всегда учит и свидетельствует, что терпеливое отношение к этим скорбям и к этим страданиям является путем, дорогой к обретению мира с Богом, в конце концов, милости Божьей. И если даже Бог не благоволит даровать по каким-то причинам исцеление здесь и сейчас, то терпеливо вынесший эту скорбь, он надеется, что дух его спасен будет, и он бредет милость, потому что нес наказание Господне терпеливо. Он некоторым образом подавляется тому праведному Лазарю, который весь в гноющих и струпьях, весь истерзанный болезнью, в проказе лежал много-много лет у дверей, у дома богача некоего. Вот, в принципе, любой такой страждущий, если он терпеливо переносит свои страдания и скорбь, он надеется на милость Божью, и она, конечно, будет ему оказана. И далее апостол Павел упоминает, делает интересное заключение, о котором здесь, в контексте 5 главы 1 послания Коринфянам, он далее рассуждать не будет, но мы увидим, что далее эта тема снова явится в его посланиях, и он раскроет ее гораздо более глубоко и сильно. Апостол Павел пишет, «Нечем нам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваскою, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Вот несколько раз в течение этого небольшого фрагмента, отрывка, апостол Павел повторяет слова «закваска». Но всем, наверное, понятно, что имеется, какой образ здесь приводится, закваска, то есть тот элемент, по-нашему, дрожжи, который используется для того, чтобы тесто скисло, то есть чтобы оно обрело некоторое, было ввергнуто в некоторое состояние брожения, и это состояние приводит к тому, что появляется вскисший хлеб, появляется хлеб, как мы привыкли его видеть, благодаря этой закваске. Так вот, этот образ будет потом не раз еще использоваться апостолом Павлом, он показывает, и мы видели, что впервые этот образ использует сам Господь Иисус Христос, когда предупреждает учеников своих остерегаться, беречься от закваски фарисейской, и здесь снова мы встречаем закваска, то есть это некоторый элемент, который, будучи совершенно малым, совершенно невзрачным, незаметным в общей массе теста, муки, куда он брошен, но такое действие оказывает на материал, в котором он оказался, что он весь его приводит в движение, весь его переделывает, весь его преображает, может быть закваска святого духа, может быть закваска непорочности и чистоты, может быть закваска греха и порока, может быть закваска фарисейского, и вот та закваска, которая брошена в человека, в человеческий материал, в человеческую душу, тело, дух, его бытие, в его жизнь, так и изменится жизнь человека благодаря этой закваске. Важно именно вот этот образ закваски помогает понять, что действительно есть такие элементы, есть такие духовные энергии, есть такие определенные, вот не очень легко постигаемые, познаваемые, определяемые элементы духовной жизни, которые, будучи, когда они есть в человеке, они способны изменить всю его жизнь. Если это закваска фарисейская, закваска лицемерия, лукавства, тщеславия, когда человек весь нацелен на то, чтобы получить похвалу, и похвалу именно здесь от людей, чтобы видеть, что его любят, что его чтут, что его понимают, вот эта закваска может испортить всю жизнь человека, что мы и видели на примере тех самых фарисеев, которые внешне были праведны, которые действительно соблюдали закон, по крайней мере формально его соблюдали, но внутри были наполнены действительно вот этим перебродившим, очень гнилым, душевным, духовным элементом, как говорил Христос, внутри живы, полны суть разной мерзости смердящей. И вот, хотя с лоружностью они были вроде бы и прекрасны, вот эта закваска тщеславия, закваска фарисейская, может отравить всю жизнь человек. Молится ли он, постится ли он, изучает ли священное писание, учится ли в богословском учреждении, творит ли дела милосердия, исполняет социальное служение, служит ли священникам или монахам, если он тщеславен, вся жизнь его будет отравлена, и никакой надежды ему на спасение нет, как мы знаем это из святых отцов. Иоанн Лестничник пишет, что тщеславный человек самый несчастный человек на земле, потому что он и здесь во всем себе отказывает ради того, чтобы получить похвалу от братьев, от людей, приходящих в монастырь или в храм, или к нему за каким-то советом, утешением. И в той жизни он ничего не получит, потому что все получил в этой. Он ведь искал только здешней славы, а славы от единого Бога не искал, а по слову Евангелия те, которые не ищут славы единого Бога, они обречены. В Евангелии от Иоанна есть такие слова Господа нашего Иисуса Христа. И вот святые отцы даже свидетельствуют, что в этом плане тщеславие самая вредная страсть, потому что в любом состоянии она может похитить человека из рук Божьих, если человек возлюбил эту страсть. Вот такая ситуация с этой закваской. Маленький помысл, маленькое настроение, маленькая любовь к этому ощущению, когда тебя любят и хвалят, может испортить и разрушить всю прежнюю и нынешнюю жизнь человека и будущую даже тоже. Но может быть закваска и порока, о которой здесь и говорит апостол Павел, когда действительно человек, вот закваска, когда в нем есть любовь к некой страсти, к некому услаждению плоти, неважно какому в данном случае, и он всячески стремится, находит этот способ свою плоть усладить. Известен случай из древнего потеряка, когда один монах был лишен духовного спасения только за то, что он сохранил одну лишь маленькую, малую монету, но он берег ее, как зеницу ока, тешая себя разными мечтами и иллюзиями, как бы он мог эту монету потратить, что бы он мог на нее сделать, он так ее и не потратил. Но эти иллюзии, эти мечты, это надежда на то, что все-таки при желании он может как-то себя утешить и успокоить, она лишила его духовной награды за его действительно долгую подвиг и жизнь в монастыре. И вот таких сказаний, их очень много в древних книгах о жизни святых отцов, но и каждый, наверное, если внимательно посмотрит самого себя или вокруг себя, он увидит немало примеров тому, потому что действительно, например, у нас в народе это очень хорошо выражено одной пословицей, что каждый понимает в меру своей испорченности. Если человек внутри порченный, если он порочен, то он действительно, ему и все люди представляются порочными. В нем и не видно этого порока. Он, может быть, не является откровенным развратником, но внутри у него есть блудная страсть, им самим сознаваемая, но он же понимает, что он вроде ничего плохого не делает, так только иногда позволяет себе о чем-то помечтать или на чем-то остановиться сверх приличных норм своим взглядом или мысль свою вовремя не удержать от поползновений к размышлению, к мечтам, представлениям. Вроде бы ничего до греха он и не доводит, но внутри он полон на самом деле этой нечистоты. И эта нечистота проявляется в первую очередь в том, что когда он встречается с людьми, он видит в них то же самое. Ему кажется, что все люди внутри наполнены нечистотой. Ярче всего это отражено тоже в одной древнем сказании, когда вот стоит человек ранним утром на площади или идет куда-то быстро через площадь. И вот один подумал, что это, наверное, вор, который украл и спешит и бежит укрыться от преследования. Другой думает, что это любовник, который был у своей возлюбленной чужой жены и теперь скрывается, потому что встает солнце. А третий думает, о нет, это же человек спешит пораньше в храм, чтобы помолиться Богу. Каждый понимает так, как устроенного сердца. И если мы видим в человеке нечистоту, если мы видим в человеке, что он сребролюбив, если нам кажется, что он гневен и завистлив, то это в первую очередь потому, что мы гневны, завистливы, нечисты или сребролюбивы. Вот тем и отличается опыт восприятия человека, другого человека у святых отцов. Они видят, на самом деле видят, что есть человеки, но видят это бесстрастно. Они сами чисты от этого. И поэтому не видят человека сквозь призму осуждения, неудовольствия, возмущения его поступками или непониманием его действий. Они видят человека, который болен некой болезнью. Но они понимают это и видят это искренне и чисто, потому что сами чисты от этой болезни. Потому и способны видеть, что они прежде всего способны любить этого человека. А если мы прежде любви, как нам кажется, видим в человеке скрытые в нем страсти, то это всего лишь обличение нас самих. В нас самих эти страсти безусловно есть. Это и есть закваска порока, которая даже если не приводит к каким-то сейчас, к каким-то ужасным делам и поступкам, на самом деле лишает нас надежды на спасение. Поклонимся святому Господу Иисусу. Вот на эту тему очень хорошо сказано у пророка Иезекииля. Он приводит свидетельство, что однажды к нему, Иезекиилю, пришли некоторые старцы иудейские и спросили его, сели и спросили его, чтобы он открыл им волю Божью. И пророк Иезекииль говорит, устами своими, произнося слова Божьи, он говорит так, говорит Господь, что всякий, кто поставил идол в сердце своем и соблазн нечестия перед лицом своим, никогда не услышит слов моих, и никогда я не откроюсь ему, и никогда не отвечу на его вопрошание, пока идол свой из сердца он не уберет. Вот это вроде Ветхий Завет, времена очень древние и далекие от христианской аскетической традиции, но смысл свидетельства тот же самый. Идол в сердце человека, это страсть, которую он возлюбил, внешне вроде он сохраняет благоприличный, благопристойный вид, он чтит Бога, по крайней мере по-видимому, то есть мы так видим, что он входит в храм, что он молится Богу, что он исполняет то, что положено, поститься, читает молитвы тогда, когда их положено читать, но внутри у него есть какая-то некая тайная страсть, это может быть власть, деньги, зависть, женщины, вино, тщеславие, гордыня, что угодно, и вот пока есть в человеке эта страсть, он не может расслышать голос Божий, он не способен стать исполнителем воли Божьей, он не может исполнить волю Божьей, а если он не может исполнить волю Божью, он неверный раб, он не может быть верным Богу, и на самом деле формально, чтя Бога, сердце своем, он чтит самого себя, потому что любая страсть в сердце человека, это любовь к самому себя, если Бог заповедует нам любить его, больше всего, всеми силами своими, всей крепостью своей, всем помышлением своим, он требует любви, то разумеется, всякая страсть, это есть не отданная Богу любовь, это значит, что мы не всей крепостью любим, и не всем помышлением, и не всей душой любим, более того, если мы внимательно посмотрим, то страсть имеет такую природу, что она привлекает в себе все силы человека, если действительно в сердце стоит, в человеческом сердце стоит страсть, стоит страсть, которой он лелеет, о которой он заботится, которую он тщательно скрывает от других, то на самом деле он давно уже не чтит Бога, он всеми силами своим возлюбил этот идол, возлюбил эту страсть, он идолопоклонник, хотя на самом деле ходит в храм Божий, он идолопоклонник, потому что он служит этой страсти, И вот то же самое на языке апостола Павла из первого послания Коринфянам, это и есть та закваска, страсть некая, оставленная в сердце человека, и есть закваска, которая способна преобразить, изменить, испортить, отравить всю его жизнь. И поэтому так важно для христианина беречься от всякой страсти, как закваски способны изменить, испортить совершенно не в нужном направлении, испортить, отравить его жизнь. Именно по этой причине сказано, что еще со времен Веткого Завета опять-таки сказано, что человек должен беречься от соприкосновения с тем, что может заразить нас этой страстью, что может нечаянно привести к тому, что у нас попадет закваска. Ну как это бывает обычно, например, с продуктами, это же каждый опытно переживал. Случайно попало некоторое вещество, и суп чуть-чуть перестоял, муха села, и все, продукт испорчен. Он вскис, он отравлен, он изменил свое естество и стал больше непригоден в пище. Вот так очень удобно может заразиться человек любой страстью, от соприкосновения с миром, от соприкосновения с любым страстным человеком. Почему святые люди, и мы знаем об этом очень подробно, не только из древних потеряков, но и из описаний подвижника 20 века, были очень осторожны в отношении того, от кого они брали приношения, с кем они общались, как они общались, что они делали. И в отношении тех соблазнов, которые вокруг них, конечно, было очень много. И вот апостол Павел говорит, что в принципе не столько опасен сам по себе мир, он несколько человек, называющий себя братом, но внутри больной страсти. Почему так? Потому что мир, он сам по себе для всякого христианина, понятно, является источником соблазна, источником, могущим изменить мою жизнь, способным отравить мое сердце. И любой христианин, если он действительно христианин, не по названию только, а в глубине сердца, как мы говорили, исследуя слова апостола Павла, бережет святыню своего сердца, то, конечно, выходя в мир и общаясь с миром, он осторожен, во-первых. А во-вторых, поскольку он вступил в завет с Богом, Бог его бережет, охраняет, как об этом молится Господь Иисус Христос в молитве, известной так называемой первосвященческой молитве. В 17 главе Евангелия от Иоанна он, обращаясь к Отцу, говорит, молю тебя, не сохрани их от мира, но сохрани их от зла в этом мире. И вот по молитве нашего подвигоположника, нашего архиерея грядущих благ, как назовет апостол Павел в послании к евреям, по молитве ходатайства Господа нашего Иисуса Христа, силы, благодати, святаго духа, христиане сохраняются от искушений мира сего, если хоть сколько-нибудь ведут себя осторожно и сдержанно, зная, что ходят опасно, что ходят среди сетей вражьих, что ходят по территории князя мира сего, по миру, лежащему возле. Но совсем другое дело, когда страсть проникает в того человека, который называется нашим братом во Христе, когда мир как бы проникает в тело церковное, он брат мне по телу Христову, мы вместе с ним причащаемся к телу и крови Христовой, мы вместе с ним стоим в храме, мы искренне друг перед другом, мы искренне перед Богом, и только в этой искренности, в этой открытости, в этом, причем это не так, как сейчас в древности, это буквально была искренность и открытость, потому что христиане в определенный момент, который сейчас отражен возгласом, возлюбим друг друга, да единомыслим, исповем, и действительно раскрывали друг другу объятия, действительно обнимали и целовали очень искренне друг другу, как будто братья и сестры подлинные, настоящие, глубокие, они открывали друг другу сердце, и вот среди этого собрания единоверных, единомысленных, единодушных людей появлялся человек, который болен страстью, но если он болен страстью, значит он на самом деле внутри служит не Богу, он служит некоему идолу, он лукаво прокрался в это собрание, и в момент, когда все раскрывают свои объятия, он раскрывает их не искренне, он болен страстью, но вокруг ведь все ходят, не чувствуя осторожности, они ведь здесь в обители спасения, они не проявляют должного опасения, они во всем раскрыты и доверяют, и когда им что-то предлагается, они верят, потому что предлагается братом, когда он говорит, они верят, потому что он брат им, и они ему говорят, а получается, что проникло семя лукавое, как некогда сатана проник в рай, и потому они послушали его, что как может что-то чужое, что-то инородное быть в раю, нас никто не предупреждал, что в раю может быть опасность, и они очень доверчиво слушают слова змеи, змеи, вот так же подобная опасность представляет любой человек, называющий себя братом, а внутри на самом деле он лже брат, он не только меня не любит, не только по отношению ко мне не искренен, он не искренен по отношению к Богу, а если он не искренен, не отдал всего себя Богу, кому тогда он служит, кто завладел его сердцем, если он лжет и лицемерит, значит получается опять сатана под покровом одного из братьев прокрался в обитель спасения, вот почему апостол Павел и говорит, что такой человек опаснее, что такой человек хуже, чем те страстные люди, которые живут в миру, этот человек неизмеримо опаснее, и именно в этом кроется практика церкви, известная практика церкви, о которой свидетельствует апостол Павел этим своим последним стихом из пятой главы. Внешних же судит Бог, и так, извергните развращенного из среды вас, то есть этим апостол Павел свидетельствует, буквально дает основание общей церковной практики, которая с древнейших времен церкви известна, практика отлучения, когда человек, который замечен в том, что он страстен, в том, что он нечист, отлучается от церковного собрания, он не ступает в среду, сейчас это невозможно, раньше в древней практике отлучение от причастия означало именно отлучение церковного собрания, то есть когда человек, так грубо говоря, выставлялся за дверь, когда его изгоняли в тот момент, когда все верные должны были причащаться, он должен был либо перестать именоваться христианином и вообще выйти из церкви, либо если для него это невозможно, внутренний, слава Богу, что невозможно, он должен был некоторое время стоять скающимися в особом месте, на особом положении, в особом статусе и точно выходить из собрания в тот момент, когда верные причащались тело и крови Иисуса Христа. Потом это стало невозможно, практика изменилась, но по-прежнему до сего дня существует практика, когда основанная не на мыслях тех или иных священников, а именно на древнейшем свидетельстве, предании и каноническом праве, когда за определенные преступления, грехи, за определенное отклонение от норм, в частности за прелюбодейный грех, за убийство, человек некоторое время отлучается от причастия, он может ходить в храм, но он не может причащаться. Это делается и для его тоже пользы, и для сохранности церкви. Но об этом к этой мысли еще тоже апостол Павел уже в рамках первого послания к Коринфянам вернется, когда будет говорить о том, как верные должны причащаться тело и крови Иисуса Христа. И еще одно замечание апостола Павла в пятой главе, на которое нужно обратить внимание, апостол Павел свидетельствует, внешних же судит Бог. Это к тому, что церковь не знает, как живут, как спасаются, что происходит с людьми, живущими за пределами церкви. Церковь о них ничего не свидетельствует. Она свидетельствует только об одном, в церкви спасение, так сказал Бог. Что происходит с теми, кто не вошел в церковь, мы не знаем, как не знаем, что чувствуют собаки или кошки, потому что это не наша природа. Но зато это говорит и о том, что то, что происходит в церкви, церковь знает. И потому церковь может свидетельствовать о том, что действительно опыт, переживаемый тем или иным человеком в церкви, он истинный все-таки или ложный. У церкви есть право делать заключение по этому поводу, потому что церковь есть столб и утверждение истины. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всего прииде крестом радостному миру. Субтитры создавал DimaTorzok